Пенсионную реформу сейчас обсуждают повсюду. Тысячи кировчан выходят на акции протеста, чтобы им оставили неизменным срок выхода на пенсию. Мы решили вспомнить, когда были введены выплаты для старшего поколения и как вообще появились пенсии в России и в мире. В конце 19 века канцлер Германии придумал такой механизм, когда уже неспособные трудиться граждане должны получать некое материальное вознаграждение от той организации, где они работали. И вот с тех пор пенсионная система, которая была придумана в Германии, фактически существует в каждой стране. Это не урок истории, а встреча в рамках единого дня пенсионной грамотности среди школьников. В зале те, кому до пенсии еще не один десяток лет. Но им уже рассказывают, из чего формируется пенсия и кто на нее может рассчитывать. И без исторической ретроспективы тут никуда. Вот только если углубляться в вопрос, то платить людям в возрасте начали еще около двух тысяч лет назад, при Гае Юлии Цезаря. Правда, первыми пенсионерами были исключительно военные. Эту тенденцию подхватили лишь спустя сотни лет. Во Франции в 1673 году пенсионное обеспечение было введено для офицеров военно-морского флота. В Пруссии в 1825 году был создан первый пенсионный фонд для чиновников. Для всех остальных пенсию ввели спустя 64 года. В Австрии пенсионное обеспечение появилось в 1906 году для госслужащих. В 1928 году для лесных и сельскохозяйственных работников. В Великобритании и Австралии первые государственные пенсии начали выплачивать в 1908 году. В России же морские офицеры начали получать пенсии еще в 1720-е по распоряжению Петра I. Спустя сотню лет Николай I утвердил первый в истории России пенсионный устав. С 20 века пенсии стали получать не только чиновники, но и рабочие. Правда, крестьянам не платили. В 1932 году был установлен возраст выхода на пенсию по старости. 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Окончательная система пенсионного обеспечения в СССР была установлена только в 1956 году. Пенсия, мы понимаем, что сегодня это один из наиболее обсуждаемых вопросов. Поэтому о всех принципах и нормах закона должны знать не только взрослые, не только пенсионеры, которые получают пенсию, но и те, кто завтра будет вступать в трудовые отношения. Сегодня единый день пенсионной грамотности проходит по всей России. Так во всех районах Кировской области прошли дни открытых дверей и экскурсии в зданиях пенсионного фонда. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.